Добрый вечер. Это только кажется, что в такие календарные окна UEFA, когда нет воскресенья матчей, мы можем начинать не спеша в развалочку. Нет, как раз наоборот, как раз такие недели дают нам куда больше возможностей по времени поднять острейшие вопросы. В эфире «Великий футбол» в студии Александр Денисов, Юрий Розанов и Виктор Леоненко. Господа, попрошу вас приготовить ваши колющие и режущие предметы для участия в дискуссии. Ну а сегодня будем говорить о сборной Украины, сегодня будем говорить о Ренате Ахметове и его 17 лет во главе с «Шахтером». Послушаем, обсудим здесь, что нам рассказал в эксклюзивном интервью Игорь Суркис. Ну и у нас сегодня очень интересная рубрика «Ты попал». У нас сегодня в рубрике «Господа сборной Украины». Она, к счастью, в отличие от названия нашей рубрики, никуда не попала, в плохом смысле, пока она готовится попасть на чемпионат мира. А я в хорошем смысле воспринимаю рубрику «Ты попал наоборот», так сказать. Почему? Попадают люди. Очень хорошо, чтобы сборная попала также в одну из корзин чемпионата мира. Я еще больше заинтригую, скажу, что эта рубрика где-то очень неожиданная, потому что в ней примут участие голкипер и форвард. А вот кто из них победил и кто голкипер и кто форвард, узнаем чуть позже. Ну а начинаем мы с матча в Харькове. Даже представить страшно, что такая игра против такого опытного противника могла пройти без зрителей. После матча было стойкое ощущение, без болельщиков эту игру Украина не выиграла бы. Матч против Польши выглядел самым тяжелым для сборной Украины, но он по сути был и решающим, а так всегда и бывает. И надо сказать, этот экзамен на психологическую выносливость команда Михаила Фоменко сдала на отлично. Анатолий Тимощук не ожидал встретить в Харькове экс-партнера по «Шахтеру». Войцех Ковалевский приехал поболеть за старых знакомых, которые сразятся друг против друга. «Сборная Польши сейчас находится в таком же положении, как ваша сборная перед первой игрой. Та игра дала вам очень много уверенности. Вы опять начали действовать как команда. С этого момента, можно сказать, у вас пошел такой момент изменения в лучшую сторону. То, что касается сборной Польши, такой момент еще не наступил». Что-то неладное чуял Избигнев Бонек, но всеми методами пытался помочь. Главный человек в польском футболе тщательно тестировал газон металлиста. На фарт отказывался от интервью и надеялся, что счастливые бутсы с надписью «Леви» забьют парочку Украине. А тем временем наши продолжали демонстрировать командный дух. «Восток» поддержал «Запад» и пытался красно-черными шарфиками выразить протест с санкциям ФИФА. Однако во избежание новой волны конфликта на стадион с подобной атрибутикой не пускали. А вот и сами львовяне без запрещенной символики. У них в Харькове своя миссия. 40-тысячная часть этой массы с первой ноты гимна полностью забыла о политике, протестах и санкциях. Начался болельщицкий мастер-класс. Такая поддержка еще больше накрутила и без того заведенных игроков. Сверхнастрой еле не сыграл злую шутку с Тарасом Степаненко, необдуманно полетевшим в грубый подкат уже на третьей минуте. Беремного надо держать эмоции. Это мой бич, можно сказать. Надо внимательнее. Одним взглядом Михаил Фоменко дал игрокам понять, куда нужно направить свои эмоции. Первым понял тренера Эдмар. Опасно ударил издали, однако немного не попал. А Шевчук решил использовать новый в своем арсенале прием. Убрал защитника и внешний в дальний угол. Почти Роберто Карлос, но не так точно. Пока наши защитники атаковали, галеодоры держали оборону. Поляки знали, что Коноплянка изящно может сыграть в нападении. Но чтобы так искутно спасать свои ворота, не предвидели. Не обошлось без доли везения и в решающем эпизоде. Коноплянка с Ермоленко должны как следует отблагодарить Войтковика за то, что откровенно ошибся и не прервал передачу. Впрочем, и заслуг наших не стоит уменьшать. Ермоленко забил идеально и хладнокровно. Огорченные, но еще не побежденные поляки бросились исправляться. Защита наша тоже ошиблась. Но надежда кадры Роберт Ливандовский позволил всей Украине вздохнуть с облегчением. То же самое сделал и Пешко двумя минутами спустя. Вот так в нервных вздохах и завершился матч. Архиважной победой украинцев. Впрочем, настоящий вкус триумфа был испорчен. Из раздевалки вся сборная спешила к телевизору поболеть за Черногорию на Уэмблии. Но было поздно. Англичане уже вели 3-1. Ну, ничего, значит, так надо. Если мы шли таким трудным путем, значит, мы должны по его пройти до конца. Я думаю, что придется нам играть переходные матчи. Он сделал все, что мог. Не проиграл ни разу. Из шести выиграл пять матчей. И после этого еще и заставил себя сфотографироваться со всеми желающими. Но и это еще не конец. Придется Михаилу Фоменко найти силы на последний рывок на пути в Бразилию. Мне кажется, Михаил Фоменко за это время влюбил в себя всю футбольную Украину. И своим вот этим спокойствием, которое, по всей видимости, он как-то смог передать и сборной. Но надо сказать, что было видно по первым минутам, да и вообще по матчу, что мы, конечно, действительно психологически несколько мандражировали, понимая, какой результат. Это не Англия, да, это Польша. Эти сборные можно сравнивать. Она не стоит выше на голову. И, наверное, вот в этом, честно говоря, мне виделся очень сложный барьер для украинской сборной. Психологически выйти, сыграть, победить и обыграть соперника, который где-то примерно похож. Ну, в общем, да. С Англией немножко другая история была. Потому что тогда еще можно было что-то там рисовать, какие-то шансы высчитывать. А тут все было ясно. Все было просто, так сказать, до невозможности. Если ты проигрываешь, то поляки тоже тебя обскакали. Если ты играешь в ничью, то начинает покачиваться уже вариант стыков. И стадион полный, и надо соответствовать, и, в принципе, наверняка рисуется, и рисуется до сих пор. Хотя небольшие шансы, вариант первого места. Поэтому, конечно, я думаю, что в такой ситуации чисто психологически в этом цикле сборная Украины еще не была. И, как говорил Остап Бензер, там вот атмосферный столб, он давит сильнее, чем на остальных граждан. Я думаю, что это совершенно должно было быть, и это есть. Юр, я до матча делал прогноз, не ставку, а прогноз на то, что игра завершится 1-0 в пользу. Насколько я знаю, у тебя примерно те же были мысли. Я выбирал между 1-0 и 2-0. Да, потому что большинство тех, кого я опрашивал в рамках программы Евровый Кенд, почему-то считали, что будет так называемый верх букмекерский. Что голов будет много, поляки побегут, им тоже надо. А сборная Украины будет использовать эти свободные зоны. Я совершенно был убежден, что голов много не будет. Виктор, а ты какой видел для себя финальный результат? Да я не люблю гадать, но, ты знаешь, мне кажется, когда ставится задача, всегда сложно ее выполнять. А здесь надо было выигрывать. Ну вот о чем мы говорили, сложность в чем. Мы видели там победную выездную модель Фоменко, мы видели игру на ничью с Англией дома, и мы ждали матча, в котором мы должны увидеть еще одну модель главного тренера. Это игра на победу, конкретно дома. Я думаю, что Михаил Иванович постарел за эту игру, потому что видно было, что он не очень доволен. Ну и по моментам мы тоже можем сказать, что поляки ничем не уступали. Могли их и забить, и, ну, слава богу, не забили. Ливандовский вообще мало почему-то забивает по сравнению с Боруссией. У меня есть свой взгляд, Виктор, на происходящее. Да, я примерно в районе 20-й минуты был уже практически спокоен. Ну, по крайней мере, я знал, что шансы на победу сборной Украины, они выше, чем у поляков. Я объясню почему. Потому что когда поляки лезли, вот используя боксерскую терминологию, вытащить на себя, провалить и наказать, вот это сборная Украины умеет замечательно. Да, ну, вот и игра, если бы она пошла момент туда, момент сюда, момент туда, момент сюда, я бы волновался, я бы глотал валидол пачками. Но вот этой игрой рачительной, когда все решает один гол, к ней и Фоменко как личность, и нынешняя сборная Украины, она больше привычная, чем сборная Польши в настоящее время. То есть поляки не могут удержать свои ворота неприкосновенности. А сборная Украины, она практически ничего не пропускает. Могу добавить за что. Практически, подожди, а когда она пропускала последний раз? При Фоменко. При Фоменко, она пропустила в первом матче в Польше, но это первая была игра, она пропустила против Молдовы, во втором матче тут же в строку из той поры, и все. Я понимаю, что были моменты, но ведь даже в той же, когда они играли в Польше на выезде, у поляков было моментов намного больше, чем в Харькове. Вот в чем фокус. Ну да, два момента затаем, но забьют один, но в принципе Украина тоже забьет. Пусть у себя в Борусии забивает, ты знаешь, там у него это хорошо получается. Нет, ну здесь я проблему, знаешь, еще в чем вижу. Почему игра не получилась? Потому что здесь вот отметили только Степаненко, а еще Шадмарзе на восьмой минуте получил. Вот моменты поляков мы смотрим. Два опорных полузащитника играют с желтыми карточками. Понимаешь, еще начало матча только началось. Вот еще, я думаю, что волнение в чем было. Ну это то, что сразу бросилось в глаза, да. Такая шестая была минута, да, у нас уже две желтых. Восьмая, да. И опорник уже желтый, Степаненко желтый. Друзья, ну это данность, с которой все одно придется жить. Вы что хотите, чтобы опорных полузащитники сборной Украины не получали желтых карточек? А дальше? Я согласен. Конечно, это нервов добавило. Но в принципе, это, как говорится, изначально было задано, что карточек будет полно. На восьмой, на восемнадцатой. Все одно кто-то будет гулять. Помните матч опять в Польше? Ведь гулял там 2-3 человека на грани красной карточки, да? Да, так и было. Обошлось вроде тогда. Но такая ошибка, такая рубка. А что тут сделаешь? Ну что, а у нас еще есть материал из Польши. Что вот наши друзья-поляки думают по поводу произошедшего? Всегда приятно послушать оппонентов и конкурентов, что они о тебе говорят хорошие. Такие мячи Евро-2012 были в каждом городе, принимающем чемпионат Европы. Полтора года назад мы еще были партнеры. После того, как Украина и Польша попали в отборочную группу вместе с англичанами, здесь поняли, в Бразилию поедет только одна из соседних стран. И теперь мы стали прямыми конкурентами. Все справедливо. В группе мы победили только Молдаван и Сан-Марина. И дважды проиграли Украине. Была ничья с англичанами, но когда не побеждаешь прямых конкурентов, то приходится смотреть чемпионат мира по телевизору. Мундиаль только на открытке. Передавиться прожеглят в спортове. Надежды поляков поехать на чемпионат мира в очередной раз не оправдались. Лейтмотив польской прессы. Не заслужили на Бразилию. Паня Бощинская футбол смотрела. Но результат для нее был не на первом месте. Главное, чтобы было взаимное уважение. Вы играли лучше. Победили бы поляки или украинцы, это все равно. Важно, что все было спокойно на стадионе. Что не было драк. Правда? И у всех чистая совесть. Польша вообще спокойно приняли харьковский результат. После поражения в варшавском матче, выездную победу над Украиной приравнивали бы к чуду. Еще до начала игры никто не верил кадрам. С кем я не говорила, все были уверены, что Украина победит. Как сейчас Польша играет? У нас население 40 миллионов. А мы не можем найти 11 человек, которые бы хорошо играли в футбол. Болели, болели, но... Не особо надеются в Польше и на заключительный матч с англичанами. Лобнуть дверью и выиграть на Уэмбле – это не про нынешнее поколение польских сборников. Они почти все играют за рубежом. В клубах получают большие деньги. А здесь что? Приезжают, отбывают номер. Ливандовский совсем другой в сборной. Украина была лучше и пожелаю им успеха. И все же к берегам Бразилии наш парусник может отправиться сразу от британских островов. А вот польский кораблик вновь проплыл мимо Мундиаля. Здесь это у нас в краю украинской. Погрустить вместо соседа и за соседом. А прямо сейчас у нас прямое включение с базы, где находится наша сборная Украины. На связи тренер сборной Украины Александр Анатольевич Заваров. Александр Анатольевич, добрый вечер. Добрый вечер. Вот мы сейчас слушали поляков, которые не верят в свою сборную в Англии. Какой ваш прогноз на матч Англия-Польша? Я вам скажу, что, конечно, вся сборная надеется на то, что сборная Польши будет играть в полную силу и в полную мощь против сборной Англии. Я разговаривал в Харькове со сборным Бонником, который заверил, вроде как сказал, что Англия-Англия, мы будем давать бой в Англии. Я думаю, надеюсь, что фэйр-плей будет всегда. Будем на это надеяться. Вы уже проанализировали матч с поляками. Вот на взгляд тренерского штаба, в чем заключалась главная сложность? Вот почему так результат дался тяжеловато? Ну, первое, это самое основное, это надо было сделать результат, чего мы добились. И самое главное, как бы скажем так, что игра вышла на второй план. То есть само качество игры. Но результат есть, это самое главное. И результат дает надеяться на первое место. Перед матчем с Польшей говорили, видели счастливых докторов сборной. Все были здоровы, нет травмированных, простудившихся. Вы эту приятную традицию продолжите? Все нормально? Ну, конечно, да, конечно, да. То есть у нас проблем нет, но некоторые вопросы есть. Почему? Хорошо. Хачериди пропускает, Степаненко пропускает игру с Сан-Марина. Но и остальные все в порядке. И остальные все, которые, игроки, которые понимают задачу, которая стоит перед ними. То есть никакого расслабления нет. И они должны выходить и играть в полную силу. Я хочу спросить, Александр Анатольевич, а вот состав на матч Сан-Марина, если, конечно, есть возможность, может, да, ответить. Вот, он планируется абсолютно близким к оптимальному и поименно, или по всем делам, или там физическая готовность, какие-то частности будут выходить на второй план. Мне интереснее, это вот почему. Все ли будут до единого, да, желать вот сыграть против Сан-Марина, понимая, что это и риск и травму получить. И в чемпионате борьба идет очень упорно. И понятно, что все одно выигрывают. Вот, насколько сейчас команда, как говорится, заточена под этот матч еще и тоже. Я не жду приключений, конечно, там ясное дело, что победа будет. Вот, но тем не менее. Ну, я скажу так, что все ребята на сегодняшний день, которые готовы играть, никаких травм, никаких таких каких-то лишних движений нет. То есть, и все футболисты, и тренера понимают, что игра очень решающая, и надо выигрывать эту игру для того, чтобы уверенно войти или с первого места, или ждать жеребьевку. И, конечно, бояться Сан-Марина не надо, но с уважением относиться это нужно. Почему? Потому что шапка закидательства не годится в этом плане. И я надеюсь, что игроки все это понимают. Михаил Фоменко после игры с Польшей сказал, что вероятнее всего Украину ждут плей-офф матчи. Есть какие-то мысли, кого точно не хотелось, наверное, понятно, да? Вот кого хотелось бы получить, если такой вариант возникнет? То есть, ну, хотелось бы, конечно, конечно, хотелось бы команду послабее, но те команды, которые заняли второе место в группах, то есть, это тоже сильные команды, а с другой стороны, нам все равно с кем играть в плей-оффе, почему? Потому что, если мы хотим играть на чемпионате мира в Бразилии, то есть, мы должны быть сильнее и мощнее, я так думаю. Почему? Потому что, если бояться каких-то команд сборных, то смысла нет ехать на чемпионат мира в 2014 году. Ну, а вот возвращаясь к Польше, я сегодня прочитал такое забавное интервью Федецкого, который говорит, может быть, наши меценаты про стимулируют Польшу. Нет таких подобных разговоров о том, что это возможно сделать? Вы знаете, ну, я бы, если был игроком, я бы надеялся бы на это, чтобы так бы сделали, но никаких разговоров об этом нету, ну, это и возьмем так, не... Ну, думаю, что, ну, это может быть неправильно или правильно, мне сложно сказать, но я надеюсь, что сборная Польши, как и президент Федерации футбола Польши, который пообещал и сказал о том, что сборная Польши даст бой сборной Англии. Конечно, мы понимаем, что результат может быть разным, но думаю, что, скорее всего, англичане, они посильнее играют дома и, наверное, выполнят свою задачу, которая перед ними стоит. Ну, мы вам желаем успеха, успеха, победы, знаете, не желают до матча, поэтому мы желаем вам успеха и удачи в игре Сан-Марина, возвращайтесь с победой, ну, уж как карта ляжет, так и будем здесь обсуждать эти варианты через неделю. Спасибо, спасибо большое. Спасибо. Нас ожидает матч Англия-Черногория во вторник, да, Англия-Польша, на которой у нас есть определенные надежды. Такие же надежды у нас были на Черногорию. Мы помним, как Черногория этот отборочный цикл начинала. Я 6 лет назад тоже не верил, что все решившие для себя хорваты будут операцией. Хорваты обыграли англичан. Я 6 лет назад тоже не верил ни одной секунды. Но англичанам пришло в голову поиграть с хорватами футбольчик, что называется, да. Я думаю, что сейчас вот хорваты этой ошибки не повторит, к сожалению, может быть, да, потому что поляки футбольчик-то играть умеют. Ну вот, к сожалению, не срослось с Англией-Черногорией. Святослав Гринчук был на матче и своими глазами видел, что Черногория, увы, несмотря на все наши надежды, выглядела обреченной во втором тайме. На этой неделе в Лондоне много говорили об Украине, даже в метро. Каждая его станция получила новое футбольное название. В этом году и нашему метрополитену, и нашей футбольной ассоциации 150 лет. Конечно, никто не будет по-настоящему переименовывать станции, но мы разработали альтернативную карту для болельщиков, где каждая станция получила имя футбольной звезды. Всего на ней 367 легенд. Тут есть Марлона и Пеле, совсем рядом с Лэмпардом Фернандо Торрес. Немного южнее Криштиану Роналду. Звезды не только английского, но даже мирового футбола. Но не всем достались места в центре. Имя Андрея Шевченко будет носить вот эта маленькая станция на окраине Лондона. Ни знака, ни надписи, которые говорили бы об этом, тут пока нет. Но мы попытаемся исправить ситуацию. Вспомнил о Шеве и английский тренер Гарри Реднаб. За день до матч Англия-Черногория в лондонских магазинах появилась его книга «Автобиографическая». В ней все секреты прошлогодних переговоров с нашей федерацией футбола. Начиная с 377-й страницы. Предлагая возглавить сборную Украины, они были готовы предоставить мне жилье в Киеве или лучший номер в элитном отеле личного водителя. И зарплату 5 миллионов фунтов в год плюс бонусы. Я мог приезжать в Украину на просмотр матча чемпионата. Остальное время работать в Англии. Я сразу предложил, чтобы в моем тренерском штабе был кто-то подобный Андрею Шевченко. Тот, кого поддержали бы болельщики. До подписания контракта оставался один день, но мне предложили работу в Куинсбарк Рейнджерс. Мой сын Джейми сказал, ты тренер премьер лиги. Если поедешь в Украину, будет выглядеть, словно делаешь это только ради денег. Рою Ходсону писать книги сейчас некогда. В спину родоначальников футбола дышит Украина. Но Джеку Уилшеру это ни по чем. Папарацци поймали его в ночном клубе с сигаретой. Мы многого ожидаем от Джека. У него громадный талант и он будущий сборной. Поэтому должен понимать, что каждый его шаг у всех на виду. Думаю, он уже сделал выводы. Это была тренерская солидарность. Ходсон и Борнович активно избегали любых вопросов о Харьковском матче Украина-Польша, аккуратно подбирая выражения. Нас интересует только наш матч. Об игре Украины-Польши нет смысла думать. В нашей группе четыре равные команды. Мы даже не думаем о том, что можем не попасть на чемпионат мира. Я уверен, мои ребята сделают все как надо и нам не придется смотреть на другие матчи. Наверное, единственное место в Лондоне, где харьковский поединок вызывал больший интерес, чем матч Англия-Черногория, это украинский клуб. Тут все по-нашему. На стене герб, а еще икона. Трансляция на большом экране. Правда, сигнал из Украины поймать не удалось. Смотрели польское телевидение. В перерыве мы узнали, что Украина обыграла Польшу, но даже не подумали о том, что они вышли на первое место. Мы просто настраивались, чтобы дожать своего соперника. На Уэмбли был Жозе Мауриньо. Тренеру Челси что-то рассказывал черногорец Предрак Миятович, когда-то звезда сборной Югославии. Недовольство Миятовича легко понять. Отыграв первый тайм на ноль, во втором его сборная посыпалась. Свое возвращение в строй отметил Руни. Голову нападающего уже традиционно защищала черная повязка, но забивал он ногой, сыграв на добивание после удара Уэлбека. Во второй раз Рой Хольсон радовался автоголу. Бошкович срезал мяч в свои ворота. Надежда для сборной Украины появилась, когда гости сократили отставание. Дамьянович в одно касание замкнул прострел 2-1. Но это только разозлило британцев. Блестящий удар дебютанта сборной Андроса Таунсенда из Тоттенхэма. А еще пенальти от Стариджа сделали счет разгромным 4-1. Англия наконец-то победила кого-то, кроме Молдовы и Сан-Марина. И снова обогнала Украину. Теперь нам нужно надеяться на поляков. Только они могут отнять очки у Англии в последнем матче отбора. Против Польши будет не легче. Мне кажется, они сильнее Черногории и лучше играют на контратаках. Но у нас нет права на ошибку. После матча загрустил талисман сборной Англии. Эта девочка наотрез отказалась бросить ему мяч. Во вторник «желтый лев» может разочароваться еще больше, если Украина таки обойдет британцев и напрямую пробьется на бразильский мундиаль. Виктор, с такой Польшей и с такой Англией можно ожидать чуда подобному Англии-Хорватии? Конечно, я считаю, что поляки не слабее никого. Ни Англии, ни Украины. Ну да, проиграли. Но они игру хорошую показывают. Так что надо надеяться. Не забывайте, что это Уэмбли. Все-таки, да? Ты играешь на Уэмбли, и тебя смотрят, ну... Не, на крутке-то что-то тоже будет. Весь белый свет. Нет, но для многих это вообще, так сказать, одна из жизненных целей. Это не пустой звук. Да, потом вспоминать, как сыграл Балащиковский, как сыграл Ревардовский. Ну, мы сейчас, конечно, подтягиваем желание под действительное. Да, да, да. Хотим поднять им настроение. Еще раз скажу. Мы не можем их простимулировать, но поднять настроение мы точно им хотим. Давайте посмотрим на турнирную таблицу перед заключительным туром в нашей группе. Как она выглядит. Ну, тут, собственно, все уже без вариантов. Мы точно вторые, но нам этого мало, и мы надеемся на Польшу. Англия первая, и... Ну, играть в ничью англичанам тоже нельзя. Поэтому вот так выглядит Черногория-Молдова. Матч уже ничего не решающий, скажем, заочно для нас интересный. А вот Англия, Польша и Сан-Марина, Украина. И здесь все и произойдет. Ну что, тем временем, пока в нашей группе не все понятно, пять европейских сборных уже обеспечили себе фразу «Здравствуй, Рио!» «Я» и посмотрим, кто это такие. Последний шанс поспорить за первое место в группе «Эй» хорваты упустили на Загребском Максимире. Они проиграли лидеру Бельгии 1-2. Проиграли, дважды не уследив за реактивным Ромелу Лукаку. И ответили лишь голом престижа киевского «Динамовца» Ника Кранчера, играющего на ней в «Куинспарк Рейнджерс». Видимо, не хватило хорватам своего дисквалифицированного лидера Дарио Сырны. Таким образом, бельгийцы гарантировали себе поездку в Бразилию, а хорваты место в плей-офф. Победа у Эльса над Македонией спортивной составляющей не имела. В битве за второе место в группе «Б» Армения переиграла Болгарию 2-1. На последней минуте первого тайма Николай Бадуров заработал красную карточку. А раз «Азбелис» к этому наказанию добавил шикарный удар со штрафного. Болгары отыгрались в похожем стиле. И Велин Попов пробил не менее роскошно. Но через пару минут Святослав Дяков, получив вторую желтую карточку, оставил гостей в девятером. И под занавес поединка Юра Максисян забил победный гол. В битвах за это самое второе место Дания спаслась в игре с Италией, а Чехия обыграла в гостях Мальту. Но самое интересное заключается в том, что вторая команда этой группы, скорее всего, будет самой худшей во всем отборе и в плей-офф не попадет. А вот итальянцы уже могут заказывать билеты в Бразилию. Немцы не стали откладывать оформление путевок на чемпионат мира на последний тур. Разгром ирландцев позволил им сделать это досрочно. Сами Хидира с помощью рикошета, Андре Шурле ударом с разворота и Миссут Озил, реализовавший выход один на один, доказали мощь немецкой машины. Шведы и австрийцы в очном противостоянии спорили за второе место. Первый тайм остался за австрийцами благодаря отличной координации Мартина Харника. А вот после перерыва хозяева дважды поражали один и тот же угол австрийских ворот. Мартин Ольсен сделал это головой, а Златан Ибрагимович – ногой. 2-1 победа шведов, гарантировавших себе место в плей-офф. Отметим и первое очко фарерцев, которое они набрали лишь в девятом туре, сыграв ничью с Казахстаном. Безжалостные Нидерланды. Команда Луи Вангала уже давно гарантировала себе поездку на Мундиаль. Но даже без должной мотивации не стала помогать венграм в их борьбе за плей-офф. 8-1 – счет, скорее подходящий для встречи не с претендентом на второе место, а с каким-нибудь беспросветным аутсайдером, наподобие Лихтенштейна. Особенно покуражился Робин Ван Перси, в активе которого – хэт-трик. Отметим и гол киевского динамовца Джермейна Лэнса. Румыния и Турция ситуацией воспользовались сполна, дружно обыграв в гостях аутсайдеров. И сразу же оттеснили Венгрию со второго места. Только теперь у турок экзамен в последнем туре с Нидерландами, а у румын – прогулка с эстонцами. Швейцария поедет на чемпионат мира. Последнюю победную точку команда от Марахицфельда поставила в Албании. За второе место поспорят Исландия и Словения. Португалия не верит. Не верит в то, что Россия упустит первое место. Отсюда и ничья с Израилем. После гола Рикардо Кошты перенейцы в мыслях уже записали себе три очка. Но мяч Эдена Бенбасата в конце поединка подтвердил, что в этом отборе португальцы слишком много теряли, чтобы выиграть группу. Россия спокойно разобралась в гостях с Люксембургом. А Азербайджан переиграл Северную Ирландию. В последнем туре россиянам достаточно и ничьей в Баку. Но азербайджанским футболистам уже пообещали рекордные премиальные по 127 тысяч долларов каждому за победу. Причем не португальцы. Босния и Герцеговина вместе с Грецией претендуют на первое место в группе G. Эллины одержали трудную победу над Словакией, а боснийцы легко справились с Лихтенштейном. Все решится во вторник, когда балканцы поедут в Литву, а греки примут Лихтенштейн. Испания на 99% обеспечила себе поездку на Мундиаль. Традиционно тяжелый для этого отбора первый тайм в игре с белорусами и результативная игра после перерыва, когда отличились Хави и Альвара Неграда. Гости ответили лишь голом Сергея Корнеленко и подписали капитуляцию. Это был единственный матч в группе Ай в пятницу, а во вторник все окончательно решится в играх Испания-Грузия и Франция-Финляндия. Ну а для тех, кто собирается в том числе болеть за Польшу, напоминаю, что во вторник матч Англия-Польша в прямой трансляции на канале «Футбол». В пятницу исполнилось ровно 17 лет, как Ренат Ахметов возглавил Донецкий «Шахтер». Этот период принято называть «Новой эрой». Но это сейчас «Шахтер» признанный лидер украинского футбола, о чем свидетельствуют многочисленные трофеи и фантастическая инфраструктура. А 17 лет назад этого ничего не было. И нам было любопытно узнать, как же вот все начиналось, как же начиналась эта история успеха. Мы встретились с теми, кто был рядом с Ренатом Ахметовым с самого начала, но не только с ними, но и с извечными противниками «Шахтера». А мнение оппонента, как известно, всегда особенно ценно. Впечатление, вот как произвел, так и производит. Я вам хочу сказать, вот по сей день производит, не перестаю ему удивляться. Равиль Софиулин хорошо помнит тот день, когда клуб возглавил молодой 30-летний президент. Очень амбициозный и... Умен не по годам, я бы так сказал. Ренат Ахметов сходу заявил, что его «Шахтер» обязательно станет чемпионом страны. Тогда этим словам не поверили. Воспринялись скептически, а многие просто громко рассмеялись. В то время никто и подумать не мог, что какой-либо команде удастся свергнуть с футбольной вершины киевское «Динамо». Если между нами не было бы футбола, наверное, были бы теплые дружеские отношения. Локомотивом был, долгие годы была «Динамо» Киев, сейчас «Донецкий шахтер» локомотив. Надо и не грех учиться, и смотреть на то, что делает Ренат, и продолжать учиться, и смотреть, и двигаться дальше. Приходу Рената Леонидовича резко стали меняться дела в команде. Грандиозные перемены начались с инфраструктуры. В клубе хорошо помнят фразу Ахметова. Прежде чем спрашивать с командой, нужно сначала создать условия. В это сложно поверить, но именно так выглядела старая тренировочная база «Шахтера». Все скромно и простенько. Вот, например, в таких комнатах жили футболисты. Нынешняя же база «Керша» – красота и загляденье. К слову, первоначально в проекте не было мансардного этажа. Идея о зоне отдыха возникла уже по ходу строительства. Фактически его рисовали на коленке. То есть, если возникал какой-то вопрос, то архитектор взгинал колено и на колене рисовал. Это на самом деле было так. Кстати, вот этот знакомый зритель «Амитальянский дворик» вручную расписывали художники. А Ринат Ахметов тем временем был в поисках тренера, который должен был воплотить его мечту о чемпионстве. И процесс этот был непростой. Ринат Леонидович пригласил Анатолия Абышевского, известного специалиста, чемпиона Олимпийских гирок 1988 года. И вот мы привозим Анатолия Федоровича. Договорились, два года, контракт плюс один. На встречу там был переход между базой и столовой. Такой, ну тоже кирпичный. И на встречу, а начинается тренировка через пять минут. И выбирает Бахарев, пьяный, не попадает в дверной проем, а попадает в лудку. И все это на глазах вышивается. Ну, вышивается после этого, говорит, Ринат Леонидович, может, давайте так попробуем. Сначала годик, а потом плюс два. Несколькими годами позже Ахмет ведет на кардинальные шаги. И впервые в истории на пост тренера приглашает иностранца. Первопроходцем стал Невио Скала. Итальянский специалист и, кстати, большой любитель советского автопрома. А именно, автомобиля Нива, который, правда, ломался чуть ли не каждый день. Если она сломалась, нам же тоже стыдно, как бы. Поэтому Женя, когда она, бедняжка, ездила на этот автоцентр. А когда они не успевали делать, мы покупали новую Ниву. И вон наутро Невио удивлялся. А почему вчера на спидометре было столько-то километров? Каноне надо памятник поставить только за вот эти вот комбинации с Нивами. Но именно Скала существовал давнешнюю мечту Рината Ахметова. Именно при нем команда выиграла первое чемпионство. Но президент уже видел новую вершину – Европейский кубок. Это было в 2003 году. И после этого опять один Аустрия нас обыграла дома. И как раз это совпало там неделю, по-моему, две. И ему спрашивают потом, у вас планы там не изменились? Он говорит, нет, у меня планы не изменились, мы обязательно его выиграем. И мы и шофер его выиграл. И помог в этом Мерчелу Ческу. Под его руководством в финальном матче в Стамбуле был обыгран немецкий вардер. В конце лета того же года случилось еще одно знаковое для шахтера событие. Его называют не иначе, как «Бриллиант Донбасса». Стадион категории «Элит» – Донбасс-Арена. Когда я увидел, конечно, это что-то. Я в этот стадион влюбился. С первого погляда. Кстати, на строительство Донбасс-Арены Рината Ахметова вдохновила Франция. В 1999-м президент шахтера побывал на знаменитом «Стад де Франс». Вот взгляд 99-го года на «Стад де Франс» и сегодняшний – это уже совсем разные стадионы. И я думаю, что наш стадион достоин быть в числе первых. Если мы будем продолжать именно так идти, то мы выиграем Лигу чемпионов. Собственно, это и есть следующая цель шахтера и его президента Рината Ахметова. В осуществление которой верят даже конкуренты. Я считаю, что донецкий шахтер не добился вершины своей с президентом. С таким он не добился своей вершины. И меня абсолютно не смущает и не удивляет и не ухмыляет, как многих, то, что поставлена задача выиграть Лигу чемпионов. А за 17 лет он ничуть не изменился. По словам друзей, он также амбициозен, также одержим футболом. Разве что немного стал спокойным. Тогда в силу возраста было больше эмоций, сейчас больше взвешенности, но эмоций хватает тоже. Я не думаю, что он сильно изменился. Он большой президент, я ему желаю побед, побед и побед на международной арене, во внутреннем чемпионате иногда, а с киевским «Динамо» никогда. Такая вот забавная история. История от Бориса Викторовича. Я думаю, их еще никто не слышал, всем понравилось. Но история действительно красивая, плохое всегда забывается, на поверхности всегда яркие какие-то моменты. Но нужно понимать, что это была непростая история. Нужно понимать, как клуб из региона заявил о амбициях сместить «Динамо», выиграть кубок УЕФА. Вес казалось абсолютно неподъемный. Виктор, вот ты в 1996 году был футболистом. И вот как ты воспринимал? Вот там, в Донецке, новый президент что-то говорит о победах над «Динамо». «Динамо» все выигрывало. Никто, естественно, ему не видел. Мне понравилась база вот эта. Привет, Северная Корея. Это старая база. А про новую базу у меня есть история тоже. Между прочим, в 1996 году Виктор-то играл, а я в 1996 году начал комментировать. И вот проходит как раз сколько там, три года до открытия этой базы. Футбольный клуб Василия Уткина тогда в самом соку, сумасшедшие рейтинги. А известный ныне комментатор канала «Россия» Илья Казаков, на ту пору корреспондент, один из ведущих корреспондентов футбольного клуба. И вот он едет снимать сюжет об этой базе новой. Приезжает, что-то там монтирует, вылизывает. Все, программу должен поставить в эфир. Вася смотрит, значит, в эфир. Слушай, Илья, я не поставлю это в эфир. Ты говоришь, почему? Я же вот ездил, старался. Что у тебя по съему? Мне никто не поверит, что это не джинса. Ты понимаешь, в чем дело? Ты не нашел ни одного плохого слова. Илья, ребят, на себе рубал. Говорит, ну ты же знаешь. Знаю, говорит, но мне никто не поверит. Потому что ни единого нет. Ну как такое может быть? Тем не менее, это было. Правда, на самом деле. И с той поры как раз у меня как-то укоренилось. Потому что, зная, и Илью, и Васю, мы все посмеялись над этим дружно. И все равно поставил, наверное, на этой неделе. Так на следующий. Именно в ту пору, что-то меня серьезное по ожиданиям пробило. Я могу сказать, что это как раз открытие базы. А еще, а не результаты. Не какие-то широковещательные заявления. Потому что в ту пору, конечно, из России можно было им придавать значение, можно было нет. Можно было знать размер финансовых вкладов, можно было нет. Но тем не менее, именно тогда я подумал, что из этого очень серьезное что-то может получить. Так и телевидение тоже еще было. Почему этот успех состоялся? Почему? Потому что серьезный человек. Я уже это говорил. И сейчас могу повторить. Там профессионалы работают. Так что действительно все поставлено. Мне еще там просто не показали. Мне понравился музей. С самого первого дня. Такого даже в «Динамо», кстати, нет. По вседневности. Хотя 17 лет это очень много, Саша. Ты говоришь про базу. Первое впечатление. Когда 17 лет назад делались такие заявления, «В это верил только один человек». Очень может быть. Да, он один и был. Очень может быть. А без веры не бывает успеха. Мало того, когда в этом проекте задействовано такое количество людей, ты должен этой верой напитать каждого. Каждого. Потому что если ты один веришь, остальные нет, толку не будет никакого. И эта вера твоя в раз ко всем не придет. Потому что ты не Господь Бог, в конце концов. Поэтому потихоньку, полегоньку, шаг за шагом, мы-то как пожили на свете 17 лет, это очень серьезный промежуток. И чтобы оставаться таким же целеустремленным, это не просто лозунги, хорошо говорить на самом деле эти месседжи. Но это же каждодневная требовательность. Это не просто месседжи. Лига чемпионов, как на свадьбе желают жить 100 лет, например, что вряд ли получается. Это месседж, но это сдобрено каждодневной требовательностью к каждому работнику на каждом участке. Вот это, мне кажется, как раз наиболее западное, что есть. Вот еще один интересный аспект. До 2004 года, до середины, в Шахтере тоже была чехарда с тренерами, они менялись. Можно говорить о том, что научившись ждать хорошему, он начал добиваться результата. А ждать ведь это заставлять себя учиться. Сам говорит, что уже спокойнее стал. Мы же помним очень хорошо время, 2008 год, осень, когда Шахтер уступил спортингу. Закончился преждевременно очередной поход в Лигу чемпионов. Мы помним, как все болельщики требовали от него, чтобы он отправил Луческу в отставку. А что он на это ответил? Он на это ответил, подождите полгода, и вы будете стоя аплодировать Мирче Луческу. Он что, вот что-то знал? Вот я не знаю, это как феномен какой-то. Да, потому что действительно писали, что Луческу уволят уже, стоя одной ногой там. Ну как вот можно говорить за полгода, что будет аплодировать стоя Донбасса? Называется угадал. Это вот угадал или это вот интуиция? Не угадал в хорошем смысле слова. Интуиция, она на диване это редко посещает. Интуиция это всегда интуиция погруженного во что-то человека. Поэтому, естественно, когда ты в предмете сидишь, ты, так сказать, разбираешься в нем лучше. Может быть, даже не будучи изначально знатоком этой самой игры. Наверное, немножко рисковал, наверное, немножко верил. А без этого тоже не бывает ничего. Но ведь просто напор, требовательность и еще умение подождать – это большая вариативность на самом деле. Большая вариативность. Может, оно так и сложилось отчасти. А отчасти потерпел. В принципе, терпение на этом этапе – это очень редкая категория. Самое главное, что она слабо воспитывая маму. А до той истории Ренат Леонидович на меня лично проводил впечатление человека достаточно, ну не то чтобы импульсивного, но эмоционального. И поэтому тоже очень сильное было впечатление. Вот наступить на себя и потерпеть, воспитывать в себе что-то. Ну вот он сказал, что клуб будет бороться за европейский кубок. Клуб выиграл кубок УЕФА. Теперь он говорит о том, что он хочет выиграть Лигу чемпионов. Мечта его. Сейчас уже как-то я вижу меньше ухмылок и усмешек. Уже люди, так сказать, напрягаются. Лучше, чем Игорь Михайлович, вообще не скажешь. Я до определенной степени все равно воспринимаю это как месседж. Как цель, которая должна именно послать игрокам желание трудиться на большую цель. А не просто, так сказать, на следующий месяц на выход из группы Лиги чемпионов. Вот. Но я не очень верю, что это случится в ближайший год-два. Но, может быть, я не так давно здесь и этой верой еще не заразился до конца. Но это, безусловно, то, что делать надо. Без этого побед не бывает. Вот мы сейчас смотрим гол ворота Манчестер Юнайтед и представить себе, когда там Шахтер придерживал мяч, да, там, играя уже на результат, Донбасс-арена свистела. То есть, это же не только вот один президент, но уже болельщики, их уже не устраивает просто участие в Лиге чемпионов. Это, кстати, может быть и проблемой, потому что, в принципе, да, эти болельщики, нынешнее поколение молодых, оно уже воспитано на победах. А это не то поколение, которое шло, спотыкаясь, падая с клубом вместе к этим победам. Это уже те, для которых Манчестер какой там Манчестер. Не то, что мы его шапками забросаем, но, в принципе, с ним выходит играть без дрожи в коленках и с расправленными плечами. Конечно. И это тоже заслуга. Интересный момент. Это тоже заслуга. Им, может, еще придется как бы столкнуться, как с Дортмундом, да, пришлось. Но все равно, по-хорошему, это расправленные плечи, это взгляд Орлина, и, конечно, это хорошо. Вот, говоря о президенте Шахтера, нельзя не отметить его опосредованный вклад и в еще один футбольный клуб в Украине. Вот такой металлист, каким мы его знаем сегодня, его бы могло бы просто не быть. То есть, история харьковского футбола могла закончиться в середине нулевых. Условно говоря, в прошлом декабре Сергею Курченку нечего было бы покупать в Харькове, потому что там бы не было футбола. Семь с половиной лет назад Ренат Ахмедов вот так же заразил этой страстью футболом Александра Ярославского, при котором в Харькове начался настоящий футбольный бомб. Я не знаком, не буду говорить. И сюрприз у нас на связи. Экс-президент металлиста Александр Ярославский. Александр Владиленович. Да, да, добрый день. Добрый вечер. Очень рады вас слышать в рамках не какого-то там экономического вестника на Блумберге, а в эфире именно футбольной программы. Ну и мне очень приятно, как опять окунулся в футбольную жизнь свою. Скажите, пожалуйста, вот как это произошло, что вы увидели в том, что делает Ренат Ахметов, что вы вот просто в прямом смысле заболели футболом? Вот я вам скажу, я смотрю вашу передачу сначала, я ждал звонка, и слова о том, что Ахметов умеет заражать людей, но они абсолютно, абсолютно. Я вам скажу, то, что сегодняшний металлист и металлист, который любят харьковские болельщики в украинском чемпионате и вся Украина в европейских чемпионатах, это абсолютно является темой той, что родоначальником этого является Ахметов, без всякой лести вам скажу. А вы помните тот день, когда сказали, вот, все, Ренат Леонидович, все, ты меня убедил, начинаю. Как это произошло? Да, я сидел в машине за рулем, он меня уговаривал где-то год взяться за металлист. Металлист был в первой лиге, не было инфраструктуры. Я вам скажу, я посмотрел на базу в Кирше, как это дворец по сравнению с тем, что было на базе металлиста. Ну а сегодняшнюю базу металлиста, стадион, то есть там аплодировали европейские сборные. Жил Роналда, жили величайшие футболисты на базе металлиста. И, конечно, не было бы сегодняшнего клуба и не было бы у болельщиков Харькова такой гордости, если бы Ахмедов, присущий ему такой, знаете, как напором, он просто как бы вовнутрь меня залез. Я даже сам не заметил, как я очутился в середине футбола. Хотя футболом я никогда не интересовался, никогда. Отец, старство небесное, всегда болел за московское «Динамо», с братом они болели, а я футбол имел весьма такое. Ну вот смотрите, любить футбол, смотреть его по телевизору или как-то еще, это одна только часть истории. Но вот многие говорили, что вы, будучи президентом металлиста, копируете, скажем так, шахтер в некотором роде, в инфраструктуре, в селекции. Но вы знаете, копировать шахтер, значит, тратить колоссальные средства. Вот насколько тяжело психологически тратить деньги на футбол? Вы знаете, опять же, я не постесняюсь обратиться к Ренаде Леонидовичу. Он мне говорил, что ты как только положишь первые деньги, ты забудешь обо всем. Так оно и было. Когда мне по ночам Красников называл суммы, и жена там ворочалась, сбежать, по-моему, хотела. Я просто даже, я мечтал их потратить, мечтал. Я умирал, я сам говорил с Бланка, сам говорил с Кристальдо, с подпереводчиком, по ночам. Все это было по ночам. То есть это, это справа. Футбол, это, ну, это, это хорошая болезнь в своем роде. Знаете, я вас сейчас слушаю, и мне кажется, что вы скучаете по футболу. Нет? Ну, я вас спрашиваю, не надо о больном. Хорошо, хорошо. Да, я очень благодарен Ахметову. Я вам скажу, что за время независимой Украины, я считаю, что это два успешнейших проекта. Шахтер и Металист, которым имеет, к обоим проектам имеет отношение большой друг украинского финанса Леонида Ахметова. Низкий ему поклон и поздравление. Последний маленький вопрос, последний. Александр Владимирович, скажите, а за кого вы теперь болеете в украинском футболе? Ну, за Металлист, естественно. Я не могу не болеть за Металлист. Я пытался себя заставить не болеть за него, но это невозможно. Это невозможно. И это по-честному. Спасибо большое. Да. Да. Успехов вам. Всего доброго. На связи со студией Великого футбола был экс-президент Харьковского металлиста Александр Ярославский. Вы знаете, мы вот здесь сейчас говорим о амбициях, мы говорим о инвестициях, говорим о Ренате Ахметове. Есть повод, 17 лет президента. Но тема президентов клубов, да, по определению интересна, и мы в будущем проанализируем деятельность всех президентов. Я думаю, это хорошая идея показать в том числе и болельщикам, кто и как из собственников украинских клубов обеспечивает свои клубы. Или, напротив, не обеспечивает, и почему не обеспечивает. Эксклюзивное интервью Игоря Суркиса в нашей программе только подтверждает, что он не остановится в стремлении вернуть киевским болельщикам чемпионские титулы. Мы много критикуем Виктора Юра Динамо, мы много критикуем Игоря Суркиса, но мы не можем не считаться с тем, что, несмотря на все неудачи, Игорь Суркис продолжает инвестировать колоссальные средства в Динамо. И это факт. Этот факт демонстрирует веру Суркиса в то, что результат обязательно должен прийти, и этим президент Динамо заслуживает большого уважения. Надеюсь, что в ближайшее время игроки притрутся друг к другу, начнут понимать, что от них хотят, будет стабилизирован состав. И надеюсь, очень надеюсь на то, что мы исправим ситуацию в любви Европы, которая меня тревожит больше всего, потому что, я вам скажу так, не выйти из этой группы, это преступление перед нашими болельщиками. Прямо я вам скажу, как оно есть с этими игроками, поэтому я думаю, что все осознают, и в ближайших играх, которые поправить все можно, это, естественно, все в наших руках. Но я надеюсь, что он уже вот, вот-вот мы уже прошли ту черту, которая была падением, можно сказать, и протиранием друг к другу. Я надеюсь, что вот мы должны уже стремиться идти вверх, и только вверх. Но другого не дано. Вниз уже некуда опускаться просто. У меня в голове есть определенное время, которое я отвел Олегу Владимировичу Блохимову. И он об этом знает. И какие задачи он должен выполнить перед командой Киевской Динамо. Говорить об этом я не буду, но он об этом знает. Это честный, открытый, прямой разговор. И опять-таки я хочу сказать, я ему доверяю и надеюсь, что у него все получится. Потому что если у него не получится, я сказал уже где-то, еще хочу сказать, тогда вектор будет резко изменен. Я это и говорю, и в клубе об этом знает, вектор будет изменен. Я буду работать над приглашением иностранного специалиста. Прошел я Динамовскую Плеяду. Это один из последних из Магикан. Я, предназначая его, об этом говорил, что это последняя у меня надежда на то, что Динамовец, коренной киевлянин, выведет команду на качественный новый уровень и эта команда будет играть. Блохин на сегодняшний день, дай бог, чтобы он работал до глубокой старости. Но при этом он должен показывать результат. Он об этом знает. Если же с Олегом Владимировичем нам придется расстаться по тем или иным причинам, тренер Динамо Киев будет с иностранными корнями. Вот это вот, считайте, мое официальное заявление. Это гарантия 100%, что тренер Динамо Киев будет с иностранными корнями. Мне могут сказать, что он будет русскоязычный, он будет нерусскоязычный. Он будет с иностранными корнями. Вы же присматривали кого-либо? Я обязан присматриваться, я обязан в голове держать, кого бы я хотел бы, но это не разговор сегодняшнего дня. Опять-таки, на сегодняшний день я хочу подчеркнуть, я доверяю и верю в Олега Владимировича Блохина. Почему? Потому что, если не получится у Олега Владимировича, это очередная моя ошибка. Ну вот, такое прямое заявление. И ошибка, и, возможно, иностранный тренер. Если у Блохина не получится, возможно, иностранец. Мы знаем, что иностранец, это не всегда гарантия успеха, вспомнить ранний шахтер Шустером. Но это очень серьезное заявление. Виктор. Я здесь согласен, что он профессионально подходит к делу. Если тренер главный не занимает первое место или второе, то понятно, что извините. Во-первых, очень располагаю. Ты ожидал такого интервью? Я знаю, что он бывает жестким. Я не показывал тебе его до эфира, не хотел, думаю. Я знаю, что он бывает жестким, но сейчас действительно он всем показал и сказал, что вы извините, будут иностранец, и будут, да и я так думаю, что и некоторых иностранцев куда-то уже устроят, я имею в виду футболистов. Потому что, ну это правильно, надо что-то делать, потому что, ну, действительно, четвертое, пятое место, ну, такого никогда в жизни не было. Вы глаза видели? А ему тяжело дается это решение. Он внутри процесса все равно, понимаешь? Он не теряет веры. Он все равно борется. Вот если угодно, он сейчас выглядел, Игорь Михайлович, спортсменом, да? И я не буду параллели проводить там между тем, потерпите полгода, и вы будете аплодировать сейчас, да? Потому что немножко не та ситуация. Но все равно, вот сейчас в Украине, как мне кажется, происходит то, когда меня спрашивали, что вот так, так сказать, да, что вот... Я говорю, мне маловато, мне лично маловато претендентов на борьбу за чемпионство. Я приехал год тому назад с небольшим. Я представить себе не мог, что сейчас уже их будет больше. Вот сейчас уже, в принципе, четыре клуба, каждый из которых, работая там изо всех сил, должен себе ставить цель только первое место. А тебе не показалось? Это во многом, во многом харизма личностей президентов, на самом деле. Вот если говорить о Игоре Суркисе. И о нем тоже. Тебе не показалось, вот ты как раз об этом тоже говорил, когда мы обсуждали Рината Ахметова. Вот у меня такое складывается впечатление, что он, знаешь, учится, старается привить себе одно важное качество, знаешь, вот научиться ждать. Ему это дается тяжело. Но он старается. Он старается. Как в криминальном стиве, помнишь? Он очень старается. Это вообще любимая моя фраза, на самом деле. На ней чего смеяться. На сегодня день смеха. Она очень глубока. Да, я отдаю ему должное. Потому что, ну, представить себя на его месте, когда, так сказать, куплено, когда уже, да, ты вроде вложился, провел трансферную кампанию. Не ты готовил команду, но ты сделал ставку и на главного тренера тоже. Ты до известной степени, он сам об этом сейчас сказал, поэтому могу. Ты ее заложник. Вот. Не всем нравится сравнение с All In, так сказать, да, но я считаю, что оно правильное. И он держит до последнего, понимаешь, он не бросает в пас. Он действительно, по-мужски это решение правильное, абсолютно. С точки зрения таблицы, результата, я не знаю. Но по-мужски это, безусловно, вызывает уважение. Я считаю, что здесь спустя год, как ты, да, с нами, стало больше, скажем, претендентов на, скажем, на комплекты наград. Нет, на первое место. Почему? Ну, я считаю, что... Я считаю, что команда отстает, но он продолжает идти, и он, ну, вера его двигает вперед все дела. Но я думаю, что у нас даже сейчас в Премьер-лиге есть владельцы клубов, которые финансово сильнее Игоря Суркиса, а тратят на команды значительно меньше, хотя могли бы тратить. Вот почему я говорю, что было бы очень интересно проанализировать всех собственников. Потому что, ну, вот взять, допустим, ту же Полтавскую-Горскую, там, с возможностями Константина Живаго. Поэтому, если бы он, так сказать, позволил себе пустить футбол в сердце, я думаю, Ворсклаб боролась бы за золотые медали против Шахтера и Динамо. Там есть для этого все возможности, имею в финансах. Там Вадим Новинский пришел, но он только пришел, пока здесь еще рано говорить. Возможно, какие-то и будут амбициозные заявления. Но есть погибающая Симферопольская Таврия, которая тоже, там, имея возможности, там, Дмитрия Фиртыша, она бы могла бороться, но почему-то этого не делается. И вот в этом смысле очень... Вот сегодня мы анализируем Рената Ахметова, там, в связи с 17-летием, как он президент. Но интересно, хочется проанализировать всех. Всех, это правда. Это будет интересно для болельщиков. Пусть болельщики зададутся вопросом, а чего это мы какие-то, вот где-то... Это правда. Потому что, вот, и выяснится, я могу сказать уже сейчас очень интересные вещи. Опять же, почему мы сегодня про Ахметова говорим прежде всего. Во-первых, потому что его Шахтер – это самый удачный проект последних, там, 20 лет. Во-вторых, потому что это просто удачный проект, когда получилось то, что задумалось, и только он один знает, насколько это было тяжело в полной мере. Вот. И, в-третьих, что действительно сильно ты не разбогатеешь сейчас, да, на таком деле, как футбол, это вся дотационная, это меценатство. Вот. Он очень любит эту игру. Вот, наверное, ответ на вопрос просто. Кто больше любит, тот, как говорится, больше туда и вклада. Любит, верит, знать. Любит, любит всегда отдавать, по моему разуме. Ну, вот, смотрите, мы говорили о Игоре Суркисе, я думаю, в ноябре мы знаем, у него день рождения будет, и у нас как раз будет хороший информационный повод, вот, в том числе, сделать такие аналитические материалы, что достигнуто, как достигнуто, в том числе, вот, дальше Игорь Суркис, дальше еще кто-то, еще кто-то, и тем самым мы покажем всем, как украинский футбол развивается, куда идет и так далее. Ну, а теперь, наверное, о грустном. Война у нас получается теперь не только на футбольном поле или трибунах, теперь это еще и кабинетная война. Отключение света на Днепр-арене усилило и без того высокое напряжение. На сегодняшний день Днепр-металлист, не знаю, согласитесь вы со мной или нет, но мне кажется, это самое жесткое по объему негатива противостояние в украинском футболе. Да, так а там всегда так было. Посмотрим, в теме Владимир Крамер. Не-на-висть. На Днепр-арене это можно было не только прочитать, это можно было почувствовать. В Днепропетровске Харьков давно ненавидят друг друга, и это уже в генах. У меня пацаненок, мой сын, ему 11 лет. Я его первый раз привел на стадион, ему было 7 месяцев. Сейчас ему 11 лет, он ходит уже самостоятельно на этот сектор. И он абсолютно точно знает, что металлистка ман... Вот, поэтому, ну, это все оттуда, и это исторически уже. Фанат Сергей Богданов по прозвищу Хип хорошо помнит, как и когда родилась фанатская война Днепра и металлиста. Между ними много было стычек, разборок и даже побоищ. Этой вражде не менее 30 лет. Ну, стычек было много и тогда, и сейчас. Ну, я еще раз повторяю, это действительно так. Ну, при Советском Союзе стычки эти были, ну, исключительно односторонние. Просто, ну, не с кем было. Реально было вообще не с кем. Болельщики металлиста привлекают на свою сторону и сейчас, в наше время, ну, привлекают болельщиков московского «Спартака». Это был сумасшедший первый тайм. Скорость, борьба, страсть. Два гола Днепра против одного металлиста, но второй серии не получилось. На Днепр-арене неожиданно погас свет. Сначала частично, а потом и полностью. Глянув на такую картинку, можно было решить, что на Днепр-арене начинается какой-то концерт. Тысячи огоньков от мобильных телефонов. А потом началось огненное шоу. Фаеры жгли и хозяева, и гости. И не только фаеры. В кадр попал даже горящий шарф Днепра. МЧСники оперативно развернули эвакуацию людей. Первыми с опасных секторов вывели женщин и детей. Самый ужасный кадр. Фанат, взобравшийся на табло Днепр-арены. Юноша дважды демонстрирует фашистский жест и бросает фаер в гостевой сектор. Хорошо, что эта выходка не спровоцировала массовую драку. Болельщики по крыше бегают и бросают факела на болельщиков гостей. Это нонсенс. Тут такого я, честно, пока еще не видел. По трибунам помещении тоже было жарко. Там пылали страсти. Понимая, что пресса может увидеть лишнее, охрана стадиона начала выгонять журналистов. В это время человек с аккредитацией, а это был делегат матча Алексей Челышев, в сопровождении представителей Днепра и «Металлиста», пытался найти выход из ситуации. Пожалуйста, в комнату делегата. Камеру выключу. Что-то. Днепр, какое решение? Пока не знаю. А когда будет известно? Это же делегат матча должен. Нет, шуру ко мне. В дополнительном рапорте делегата Челышева сказано, главный энергетик Днепр-арены Яковлев ААЛ пытался запустить дизель-генератор, но в течение 45 минут не смог этого сделать. Посоветовавшись делегатам, арбитр Жабченко принял решение остановить матч. В соответствии с пунктом 15 статьи 30 регламента, если освещение не может быть восстановлено в течение 30 минут, матч не продолжается. Решение будет принимать премьер-лига и, так сказать, федерация футбола. Узнав об этом, Днепр пошел к своим трибунам. Роман Зазуля уважил фанатов, раздав пару автографов. А Денис Бойко проинформировал болельщиков, что второго тайма не будет. На сегодня все! Сегодня нужно специалиста на трезвую голову взять и разобраться, почему так случилось, что имея два независимых источника электроснабжения и плюс дизель-генераторную, оказалось так, что света не было. Вот это работа специалиста. Уже в понедельник премьер-лига оперативно вынесла решение – матч будет доигран. А металлист также оперативно подал апелляцию в КДК и потребовал зачитать Днепру техническое поражение, так как в Харькове считают, что проблема с освещением – это не форс-мажор, а обычная халатность. Теперь слово за федерацией. Премьер-лига провела расследование, премьер-лига вынесла, руководством лиги вынесено определенное решение. Значит, сейчас собираем все документы. Будем потихонечку разбираться в том, чтобы поступить только сугубо по закону. Теперь, когда страсти поутихли, а окончательное решение еще не принято, Днепр и металлист пытаются на эту тему особо не распространяться. Не будем мы грустны. Ну, как считаете, все равно, правильно? Ну, посмотрим, пусть КДК решает. Не хочу я маслом огонь полить, пусть разбирается КДК там. Футболисты играли и наши, и Днепра великолепно. Я думаю, никто технического поражения не заслужил. А то, что кто-то там не подготовил, это проблема тех, кто не подготовился. В Украине футбольный матч доигрывали только раз, когда из-за проливного дождя Динамо и Личовис на второй тайм вышли только на следующий день. А вот когда Днепр и металлист свой матч доиграют, и доиграют ли вообще, пока неизвестно. В этой войне был недавно открыт новый фронт. Теперь Днепропетровский Харьков воюет не только на уровне фанатов, но и на уровне клубов. Обидные письма, пламенные приветы, категорические заявления. Последняя встреча поссорила их еще больше. Получена новая искра. Искра, которую стоило бы побыстрее погасить. Теперь для полной драматургии надо, чтобы свет погас у нас в студии. Но на самом деле это вовсе не смешно. И все сейчас ожидают решения. Вот металлист настаивает на том, чтобы это было техническое поражение. Не знаю, насколько это верно, неверно. Хочется, конечно, а как? Что ты, Юра, считаешь в таких случаях? Ты больше за спортивный принцип? Это абсолютно болельческий подход. Я могу быть за все, что угодно. Если собираются поступать по закону, то тут все должно быть объяснено вот так. Кто включает презумпцию невиновности? Кто вправе? Чья это прерогатива? Металлист хочет, чтобы Днепр доказал, что это не халатность, а действительно какой-то форс-мажор. И каждый пункт этого объяснения готов поставить под сомнение. Нет, господа, это не форс-мажор. Это ваша халатность. Днепр хочет, чтобы тем более раз приехали люди из премьер-лиги и вынесли этот вердикт, чтобы тогда уже они бы... Не-не-не-не-не, это как раз форс-мажор. А вы нам доказывайте. И с этой точки зрения, вот, Саш, давай представим себя на позиции, ты металлист, я не... Или наоборот, вели себя точно так же. Каждый будет оставить клубные интересы. И никогда здесь одной правды не будет на самом деле. Поэтому я... Обрати внимание, что с разных сторон абсолютно, и с стороны Днепропетровска, и с стороны Харькова, пусть принимают решение те, кому положено. Это абсолютно правильный подход на самом деле. А что нравится нам, ну, это разговор, так сказать, немножко понятильный. Ну да, то есть получается так, что если будет принято решение о том, что матч должен быть доигран, металлист будет возмущаться, что, по сути, он там был прав. Конечно. Или если техническое поражение Днепропетровска... А это будет обязательно, что у нас забрали победу и так далее. Это будет так или иначе, потому что, как только решение... То есть, я его сейчас считаю окончательным. Вот. Но для меня лично. Если его поменяют, так поменяют. Ладно. Вот. Все равно тогда. Мы правы потому, что дальше под свою изначальную правоту подгоняется база. А, в принципе, логическую базу можно подогнать практически подо все на свете. Вот. Поэтому я не жду здесь быстрого разрешения недовольств. Я больше того считаю сейчас, что градусу противоборства и тем, так сказать, письмам, которые публиковались там из той, с другой стороны, еще накануне матча, вот причиной одной из главных, может, не самой главной, но одной из, является то, что команды сейчас вышли на уровень притязаний. Совершенно другой. На уровень оспаривания первого места. И вот этот самый градус, их немножечко потряхивает так, как потряхивала, скажем, и сборная Украины в матче с поляками. Это правильно и красиво, Юра. От этого никуда не уйдешь. Это надо пережить просто. Если металлисты Днепр обмениваются письмами, да, это же все, читают болезнь. Мы сейчас видели фана, это вообще кошмар. На табло стадиона, бросающего вниз фаер, там, кто там может сидеть, женщины или дети, мы не знаем. То есть, они вот это читают, это все подогревают, не только они сами внутри. Получается, они смотрят, как себя ведут клубы. Конечно. А клубы себя ведут некорректно. Некорректно. В данном смысле. Да, в данном смысле, да. И что, кто потом доктор будет? В прямом смысле. Когда такое летит на голову друг к другу. Я же не говорю, это Днепр. И металлист, мы знаем, там, замазан тоже уже. Они две команды, они уже замазаны. Когда на первое место, вот все, ты вроде видишь его без бинокля, что можно поспорить, тогда вот об этом, обо всем, это мы потом разберем. Конечно, я согласен с тобой. Конечно, это как, и слава богу, что эти 45 минут не привели там никаким эксцессом человеческого жертв. Когда, где пределы? Пока не случится какой-то инцидент. Это, к счастью, ничего не произошло в этом. Можно сделать вывод, что на стадионе опасно ходить. Потому что, я не знаю, но сейчас опять премьер-лига должна, или КДК должна принимать решение по этому. И опять будет недоволен Днепр. Но все равно, там же жилья штрафуют, или при пустых трибунах. Слушайте, ну, в конце концов, плохо это или хорошо. Вот инцидент с Фаре, да? Да это вообще нет. Он повлиял же, посмотрите. Никаких фаеров на матче, там две петарды взорвали, но это такое же. Когда люди хотят, тогда... И нормально сидишь, как где-то в Англии, где люди болеют. Они занимаются там рекламацией. Болеют, песни поют. Песни поют. Рассказываем молодым людям, что в Англии так от века было, со времен капитана Сильвера, что ли. Там у них проблемы-то были покруче наших, на самом деле. Я имею в виду, Юр, что болельщики наши украинские. И без фаеров прекрасно справились с атмосферой. Согласен. Дали не огня, а дали жару. Помогли. Помогли, стали. Они помогли сборной. Они все могут, они все умеют. Поэтому очень хочется, чтобы в первую очередь это напряжение было снято менеджерами, тренерами. И людей нужно успокоить, потому что предел наступит тогда, когда уже отматывать ничего нельзя будет. Это хороший матч с поляками. Это накануне его договорились. Два человека, которые оказались договориться. Но не сядут никогда. Мне сборной понадобилось, все ли договорились. Разрешили. Вот, господа, пример. Очень хороший. Ну что, давайте от грустного к смешному. В принципе, это всегда, как известно, один шаг. У нас сегодня рубрика «Ты попал». У нас дебютируют сборники. Собственно, сегодня мы им посвятили очень много времени и сказали много теплых слов. И кто же соревнуется? Кто же этот голкипер и кто же этот форвард, которые попали в «Ты попал». А вот кто из них попал, сейчас и посмотрим. Евгений Селезнев, сборная Украины. Нападающий. Правая. 43. Хоккей. Андрей Пятов, сборная Украины. Вратарь. Рука. 43. Рыбалка. Начинаем. Поехали, да? Начинаем. Еее. Если оно есть, то оно есть. Уф. Задача два, чтобы не хуже всех. Не, ну ноль, ноль, ноль. А можно он за меня так-то? Поделите. Ай-яй-яй. Три-два. Ч, К, Ж, К. Ну один должен, один где-то должен. Не знаю, не знаю. Он мне два с двух забил пенальтига. Я не знаю, трех вам может или нет. Ну. Вот последнее решающее. 9-2. Вот третий. Ставлю рекорд или нет. Уи. Пять, минимум три. Ноль. Мы же на ноль сейчас, да, играем вратари? Вы там плохие не снимать. Да. Ты посмотри, что вы рядом. Ай, нет. Андрюш, ну это не выносит, Андрюш. Рядом. Все, я программу не буду. Дайте нормальный мячик. Есть, есть шанс. Уай, Андрюша, 61. Давай на два разойдемся. Ну да. Да нет, что ж такое? Петкович! Да нет. Я тебе говорю, все ровно. Соперник бы очень менял. Я, а что, я думал, просто в эту надо в душку попасть. На, Жека, у меня уже такая есть. Ну, вдвоем было. Попали вдвоем в сказку. Ну, Женя сказал, надо не меньше двух смотреть эту рубрику в Курсе. Поздравляем Женю с победой. Ну, а в пятом тоже красавчик один положил, как для вратаря. Для вратаря, да. Уважаемые друзья, спасибо за внимание. Это была программа «Великий футбол» в студии. С вами были Юрий Розанов, Виктор Леоненко и я, Александр Денисов. До встречи через неделю. Счастливо. До встречи. До встречи. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...